Дорогие братья и сестры, салам алейкум, мы начинаем новый цикл стримов с нашим дорогим и любимым Асхат Хазратом. Салам алейкум, дорогой шейх. Вау алейкум, дорогой шейх Руслан. У меня постоянно этим словом, шейх ломает. Уважаемые братья и сестры, салам алейкум, дорогой шейх Руслан. Это немножко новый для нас формат, тем не менее мы хотели бы делать его регулярно, с Асхат Хазратом, разную неделю собираться и отвечать в том числе на ваши вопросы. Я буду эти стримы выкладывать и на ютуб канал, и в телеграме. Поэтому пишите ваши вопросы, подписывайтесь на наши каналы, чтобы как можно больше людей начало получать пользу от этих дискуссий, от этих бесед. А сегодня мы с нашим дорогим шейхом Асхатом хотели поговорить о предстоящей январской умре. Я так понимаю, что среди мусульман России все более популярным становится умра именно вот в эти каникулы, которые проходятся на первые дни января. Прямо чуть ли не начиная с 30 декабря, с 31 декабря до примерно 8 января. Пока вся Москва, пока вся Россия лежит, просто приходя в себя, мусульмане отправляются на святую землю. Вот. И я так понимаю, по популярности вообще эта умра, она уже чуть ли не... Уже несколько лет. Начинает набирать обороты. Хотел спросить, не является ли это нововведением? Сразу жесткий такой вопрос, чтобы прямо вот в какую-то установленную дату все дружно каждый год планировали. Или это такая хорошая практика, чтобы уйти в сторону большего поклонения от греха? Если рассматривать, например, и обязательно привязывать к дате, например, умра, и канонически говорить то, что, например, вот умра, как, например, есть аяму аль-Хаджи, дни, хаджи, это Курман-Байрам, в Рамадане умра, как сказал пророк Мухаммад, саллаху алей-салям, аль-Умра туфи Рамадан, тя'адил хаджи тан-ма'и, умра, совершенный вместе Рамадан, по награде подобное хаджу, совершенный вместе со мной, сказал саллаху алей-салям. Если это привязывать к новогодним, так скажем, праздникам и сказать, что новогодняя умра, у нее особенный характер, особенная награда, тогда это будет нововведение. То есть, если придавать ей больше религиозный смысл, награду и так далее? Да. Но если, например, посмотреть то, что это каникулы, то есть люди свободные, тогда именно с благого закончить это в покаянии Аллаху и начать в поклонении, то, аль-Хамду-Лля, не придавая, не привязывая, скажем, к дате, там, 31-е, 1-е и так далее. Аль-Хамду-Лля, это, аль-Хамду-Лля, благое деяние. Потому что умра ее в любое время можно совершать, нет определенного. То есть, люди едут не то, что там Новый год справлять, а именно потому, что каникулы, выходные, рабочие дни. То есть, куда поехать? Можно поехать отдохнуть куда-то, можно поехать совершить умру. Я так понимаю, у россиян, вообще на всем постсоветском пространстве, в течение года есть только три периода, когда можно выезжать куда-либо. Это летние месяцы, когда люди берут отпуск, в аравийских землях жарко в это время. Или майские праздники, которые мы традиционно тоже дней 15 отдыхаем. С 1 мая по середину мая. Ну, тоже жарковато в аравийских землях. Или вот этот январский период, 10 дней, когда в Аравии достаточно такая комфортная температура, погода. И почему бы не воспользоваться? То есть, если раньше люди ездили на курорты где-то, отдыхали там, у кого есть возможность, да, на теплых побережьях, то сейчас становится уже популярным. Это вот прям, я вижу, как лавинообразно растет интерес к умре. Вместо пляжного отдыха умра именно в эти первые 10 дней января. Вместо спа для тела, спа для души. Большое, большое. Но не забиваются ли маршруты совершения всех обрядов большим количеством людей? Я просто, я вижу, что именно вот в январе, в первые 10 дней очень много людей. Очень много народу. Очень много народу. Вот примерно 2 недели назад я смотрел, около 5 миллионов человек там собралось. Аллах. Всегда бывает в эти дни, в начале января, очень много народу. То есть, получается, не только с России, с других стран тоже. Они приезжают, аллах, для того, чтобы совершить храм. Нашел. То есть, у нас, получается, раз в году огромный съезд мусульман всего мира. Это хадж. Хадж. Рамадан. Да, Рамадан. Второй, это точка сбора. И третья точка сбора так получилась из-за календарей, что люди начинают собираться в начале января. Машалаллах, Всевышний да воздаст. Дорогой мужчина, а что можно успеть взять вот в такой толкотне, толчье? Да, многие люди, я вижу, многие выезжают в первый раз. Многие не были в хадже еще ни разу, да, полноценно. Многие даже не были на умре, потому что, ну, вот эта вот советская привычка никуда не ездить, не отрываться от своей земли. И потом у многих не было средств к тому, чтобы выехать. Даже сейчас, в кризисные годы, вот последние 2-3 года, то пандемия, то этот кризис из-за спецоперации. Вот, ну, как-то вот первые люди, когда начинают ехать, на что им обратить в первую очередь внимание? Чтобы максимум пользы и файды взять. Вот хотел, аль-хамдулилий, очень такой хороший вопрос. Потому что те, кто вот, ну, часто, аль-хамдулилий, каждый год стараемся ездить на хадж. Да. Также вот, на умру, несколько раз в году, аль-хамдулилий, Аллах, даровал такую милость. И когда человек первый раз, он едет, у него есть некое беспокойство в душе. Правильно ли я все сделаю? Правильно ли я все прочитаю? Заказы какие-то, вот даже сейчас вот у нас паломники, которые с нами первый раз поедут, они все хотят встретиться еще до, у нас есть еще там, сколько, 10 дней до вылета, они уже 10 дней назад уже переживали. То есть, вам нужно встретиться, нужно встретиться. Переживаем, что читать, мы первый раз, мы не знаем, что там нужно. То есть, часто люди обращают на теорию, нежели, так скажем, на душевное состояние. То есть, какую букву, ага, что прочитать, какой дуа прочитать, какой-то, я всегда говорю своим, аль-хамдулиля, паломникам, уберите книжки. Хорошо. И откройте сердце. Откройте сердце. И все, больше ничего не нужно. Субханаллах. Шейх Руслан, когда человек, вы были в Мекке, когда проходит, делает таваф, замечаете, кто читает по книжке. То есть, он даже, бывает, сбивается, сколько он кругов сделал вокруг Каабы. Бывает такое, что он, пока там читает что-то, потерял свою группу. Читает, не может проговорить букву, сердце его, как-то оно не раскрытое. В этот момент, если он посмотрел на Каабу, на величие Каабы, ведь Аллах, субханаллах, сказал в Коране, То есть, первый храм, который был построен, вынесен для людей, это, который находится в Долине Бакка. Аллах назвал его мубаракан, баракатный, благодатный, благословенный. Почему Аллах, субханаллах, назвал, ученый говорит, он помогает тем людям, дает какую-то пользу, те, кто смотрит на него. Когда ты смотришь на Каабу, твой иман возвеличивается, трепет какой-то у тебя в сердце появляется. Слезы сами постепляются, автоматически они капают на священные вот эти земли, Мекка. Он баракатный, благодатный. Когда человеку настраивается на какие-то дуа и так далее, то в этот момент он теряет некую вот эту вот руху, именно вот эту жизнь, вот так скажем, руху таваф, именно душу тавафа, душу поклонения. Он теряет, просто концентруется на некие буквы и теорию. Поэтому там ничего сложного нет, основной, который мы читаем между Рукн-ль-Ямани до Аджр-ль-Асвады, то это вслух читает. Слух, за имама повторяет и так далее. Всегда говорим, что основное, что я всегда обращаюсь к паломникам, настройте свои сердца, настройте свои сердца и поминайте много Аллаха, субханаллаху, 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 субханаллаху. Смотрите. Потом Аллах говорит, что касательно хаджа, касательно поклонения премия хаджа, касательно тавафа, все это сделано для того, чтобы упомянуть больше имя Аллах. Как сказалось Аллаху алейхисалам, на Арафате совместил намазу духр и аср, сокращенно-совмещенно, чтобы его не отдаляло от поминания Аллаху алейхисалам, от дуа. Только он целый день делал до Грубу, до Магриба, намаза дуа, то есть потом идите туда, куда направляются люди, просите Аллаху прощения. Только что ты просил Аллаху алейхисалам, потом дальше поминай Аллаху алейхисалам. Потом, когда полностью завершил обряды хаджа, поминайте Аллаху алейхисалам, как-то подобно тому, как вы упоминаете своих отцов или еще больше. Теперь посмотрим на мазхабы. Имам Абу-Ханифи, имам Малик, имам Шафи, имам Ахмед, не упомянул раздел викруллах, поминание Аллаха, ни в Аджибатах, ни в Асталпах хаджа и умры, ни в Сунан. То есть получается, что они забыли об этом? Нет. Почему они не поместили поминание Аллаху алейхисалам, ни в Асталпах хаджа, ни в обязательное действие хаджа, ни в желательный день. Ни один из четырех. Ни один из четырех. Не потому, что они забыли, потому что это более величие, нежели быть рукным столбом. Если сказали бы поставить столб, значит, что как будто он его хаджаба, то есть как будто он его, так скажем, поставил в некие рамки рукна. То есть этот столб, этот столб. Если бы сказал ваджибат, это ваджиб хаджа, тогда нужно было бы, можно было бы не делать и зарезать барашку, не поминая на Аллаху алейхисалам. Почему? Потому что это ссульбуль хадж, это кальбуль хадж, кальбуль умра, именно сердце, душа, хаджи и умры, это поминание Аллаха субханаму алейхисалам. И невозможно поминать Аллаха субханаму алейхисалам, если ты не будешь настроен сердцем. Аллах. Дорогой мой шейх, я хотел бы обратить внимание на вполне земные вещи. Многие люди, отправляясь в первый раз умру, хадж, их ведет такая вот тяга сердца, да, стремление, как магнит там тянет, как Абик, Мекке. Но приезжая в Мекку и желая увидеть волшебные земли, просто как в сказке, что все прям блестит, все такое, знаете, как вот жемчуга рассыпана, там многие люди так думают, приезжают, они видят вполне земные картины неубранности, неопрятности, недостаточной ухоженности. Мне кажется, что нам лучше заранее подготовить людей к тому, чтобы они не печалились, не расстраивались. Для нас тяготы, хаджи и умры, то, что мы, у нас будут уставать ноги во время обхода вокруг Кабы, во время бега между Софа и Марва, то, что мы не будем успевать вовремя кушать, то, что нас будут толкать плечами люди, да, даже во время намаза, когда мы будем намаз делать, может, кто-то перед нами будет проходить. Будет очень много факторов, которые выводят нас из равновесия. Но проявлять смирение и просто отрешиться от всего этого, это является одним из испытаний хаджи и умры, насколько я понимаю. То есть полностью развернуть свое сердце Кабе, полностью развернуть свое сердце Калау Всевышнему, раствориться вообще в этом обращении и не обращать внимания ни на какие земные отвлечения, ни на толкотню людей, ни на, может быть, недостаточную вежливость полицейских, на большое количество торговцев, которые кричат там вдоль дорог, разложив все, ни на достаточную чистоту улиц Мекки. Вот отрешиться от всего земного, как отрешались первое поколение мусульман, ведь посланник Аллаха Миром и Благословения, когда начинал поклонение свое вокруг Кабы, там было не чище, там было не намного красивее. Это всего лишь маленькая деревушка была, Мекка, где несколько тысяч человек жило. И жили язычники, которые чуть ли не голыми, ногими, обнаженными совершали тавафа вокруг Кабы. И вы представьте, каких усилий веры и концентрации духа требовалось от пророка Мухаммада Миром и Благословения, чтобы от всего этого отрешиться и полностью посвятить себя Господу. Ведь это же тоже воспитание сердца дорога мальчика. Это воспитание сердца, и это основная цель, разве чего ты туда едешь, разве чего человек едет. То есть, если посмотреть, например, на улички, мекки и так далее, там какие-то вещи на торговлю, то да, он будет отвлекать. Если у него первостепенно именно что, то есть он полностью, аль-хамду лля, раскрыл свое сердце для Всевышнего Аллаха, суханалу, занимается поклонением, то не обращает на это внимание. Подобно тому, когда грудной ребенок плачет, и ночью мама просыпается, она берет себе остальные звуки, она не слышит. Это важно. Или когда она положила, например, ребенка спать в комнату, а сама ушла в другую комнату, она не слышит ничего, кроме плачет своего ребенка, полностью сконцентрирована на это. Также, если мы полностью будем сконцентрированы на поклонение Аллаху, на Киабу, то эти вещи мы будем изучать. И правильно вы сказали, что именно это есть некое испытание, Аллаху, испытывает, кто-то долгнул. Уже даже бывает, не даже до того, как мы вылетаем, какие-то испытания происходят в аэропорту, за детской рейс, или еще что-то. Поэтому, Паруф Мухаммад, сказал, касательно большого хаджа, то, кто поехал на хадж, при этом он не спорил, Аллах в Коране, рафат, нету спора во время хаджа, нету, не должно быть, некий человек исходить, плохие действия, плохие деяния, то, если он будет вот этого совершать, соблюдать, то он вернется домой, подобно новорожденному ребенку, сказал посланник Аллаху, поэтому Аллаху, дает некие испытания. Некоторые ученые, касательно этого аята, говорят, если ты, будучи в Ихра, даже торговаться во время покупки, это и есть джидаль, это и есть некий спор. Поэтому, да скажите, да скажите, да скажите, поэтому мы, что, поэтому всегда, то есть, если у человека, то есть, он видит Прессау Киаб, он видит, и часто так бывает, да, люди приезжают в аэропорт, джидды, например, в аэропорт Медины, видят какие-то вещи, то есть, арабы, они такие шумные, там, где-то, может быть, вождение, не так водят автомобиль, там, как полагается, как у нас, там бывает, там часто приезжают водители, там, со стран Африки, то есть, там, со всего мира приезжают, у всех культур разная, то есть, например, африканцы, там, из другой, из какой-то деревушки, приезжают, там, с Индии, глубокой деревни, то есть, они, даже есть такие, которые ни разу в жизни лифт не видели, не знают, что такое лифт, как им пользоваться, то есть, разные культуры, разные, именно, вот эти, образования поведения, по модели поведения, поэтому, субханаллах, мы не должны на это смотреть, обращать внимание, а смотреть, то есть, ради чего мы сюда приехали, нам, именно Каабы нужно, нам нужно, намечать пророку, Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, та награда, который сказал, посланник Аллаху алейхи вассалям, один намаз, в Аль-Хараме, примерно, с 100 тысяч намазом, то есть, награды, как 100 тысяч намазом, некоторый человек говорит, один аракад, один аракад, подобно 100 тысяч аракады, поэтому, на этом нужно сконцентрироваться, аль-Хаммдуллах, и часто бывает, да, когда человек приезжает, потом уже он забывает, аль-Хаммдуллах, постепенно его сердце смягчается, и уже возвращается сюда, домой, опять его сердце скучает, по этой местности, так как, Аллах, субханаллаху алейхи вассалям, приводит, дуа Ибрагима, алейхи вассалям, фаджа'аль аф-илятам минан-нази, сделай так, когда он молил Всевышнего Аллаха, чтобы сердца людей скучали, тосковали по этому месту, и хотели вернуться. Аллах. Смотрите, я начал нашу беседу, казалось бы, с благородной, но все-таки земной цели. Я назвал хадж и умру съездами мусульман, всемирными съездами. Да, мы собираемся на священной земле со всего мира, из России, из уже развитой Европы, США, из африканских деревушек. Мы ощущаем это братство разного цвета кожи, разные модели поведения, разные культуры. Мы объединяемся, но вот вы постоянно возвращаете нас к небесной цели, к внеземной цели хаджа и умы. Это просто раствориться в упоении обращения к Господу. От всего отречься и раствориться только в этой цели. А ведь нас очень часто обвиняли, вот первое поколение мусульман, у которых еще было мало знаний, но была тяга к посещению Мекки, Медины, и мы еще до конца не понимали, насколько возвышенную цель нужно ставить перед собой. И зачастую все это сопровождалось земными страстями, торговлю вывозили много вещей там с Кавказа, особенно на Камазах, когда выезжали, раскладывали это все, торговали. Потом по пути многие умудрялись даже контрабанду там сирийской, иракской нефти делать, когда они там на Камазах выезжали, загружали цистерны, продавали где-то по пути. Даже обидные прозвища давали Мазут Хаджи, там, я не знаю, кто ездил, скандалил скандал, Хаджи там и так далее. Но постепенно Аллах же начал очищать сердца. Постепенно мы ушли от этого. И сейчас об этом уже никто не вспоминает вообще. И сейчас уже больше люди начали понимать, ради чего они едут. Да, прибавились новые вещи, что это стало модным. Да? Все-таки первое поколение туда ехали те, кто... Вообще мне рассказывали недавно, как первый Хадж был из Советского Союза. Когда только-только пробили дорогу. Первый самолет, как его штурмовали люди. Вы представьте, 70 лет как в тюрьме. Невозможность вылететь в Хадж. Первый самолет за 70 лет, как люди рвались туда. Какие чистые сердца у них были. Ну и сейчас к нам добавляется новое испытание. Это вот такое, понимаете, когда это становится модным, когда хочется приобщиться к этому модному течению. Многие тоже забывают о высоких земных, о высоких, скажем, небесных целях поклонения Всевышнему. Ведь мы же помним, что в Микканский период не было лицемерия среди людей. Не было, не факт, потому что это был период тяжелых испытаний. и только самые-самые искренние были в это время. Не факт, когда появился в Медине, когда у мусульман появился мульк, власть, куа, кудра, дауля появилась. И это стало вдруг престижным, популярным, и люди начали быстро-быстро приобщаться к этому, не пройдя период очищения сердец. И вот сейчас то же самое. Если вдруг умра и хадж становятся модными, у людей появляются деньги, многие забывают, что нужно пройти через этот этап очищения сердец. И вот, как вы сказали, начиная с аэропорта, с подготовки виз, с покупки путевки, вот с этих земных препятствий начинается испытание. Аллах Всевышний затягивает нас в эту воронку испытаний, а в Мекке количество испытаний еще больше увеличится. Это несоответствие законодательства саудовского, российского, нерасторопность саудовской бюрократии, таможни, пограничников, их может быть нервные окрики по отношению к паломникам. Это, допустим, неубранность, недостаточная чистота, Мекке, это огромное количество людей, этот запах людских тел, это не вовремя поданная еда. Это все испытания для того, чтобы мы свои сердца подготовили к одной великой, одной единственной цели. очень правильно вы замечаете, Машаллах, Шех Руслан. Я помню тоже папа, они в 92-м году ездили на Хачб, дедушка в 89-м, что-то с собой возили, там, помню, они рассказывали, самовары продавали, деревянные ложки, там, катушки для этих, для биноклей, вот, то есть, тогда для того, чтобы там поменять это на доллары, что-то купить, подарки и так далее. У кого-то какой-то был неяд ради торговли, у кого-то был неяд для того, чтобы параллельно что-то, как бы, сделать поклонение, заработать, аль-хамм, а потом купить домой подарки, и на эти деньги они жили, кушали, на сегодняшний день, да, может быть, кто-то, то, что стало модно, постоянно ездит, но, опять же, все это возвращается, опять же, тела сердец, поэтому бывает иногда человек из-за зависти, там, говорит, вот, постоянно на умру ездит, постоянно на хатчеловек ездит, там, модно стало и так далее, там, еще что-то какие-то там высказы делают, то есть, бывает это у человека, то есть, из-за зависти какой-то, или из-за его непонимания до конца, как бы, когда, может быть, он там не был, и у него нет возможности, он начинает такие вещи говорить, поэтому мы не можем раскрыть сердца и посмотреть, кто ради чего. Когда, помните, здесь подвижник, когда во время убил одного на битве, и пророк Мухаммад, сказал, после того, как он сказал, на что он сказал, я, расулу, инама, кааля, хауфи меня сейф, из-за страха перед мечом, он сказал, потом пророк, сказал, ты раскрыл его сердце, чтобы посмотреть, ради чего, он сказал, ради Аллаха, искренне или неискренно, то есть, даже здесь, как человек может судить о ком-то, там, это моды, и так далее, не раскрыв его сердце, не посмотрев его сердце, каждый сам за себя будет отвечать, перед Всевышним, Аллаху, как говорит Всевышний, Аллаху, Субхану, 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 как сказал пророк Мухаммад, саллаху, 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 каждое дело расценится по намерению, и тот, ради чего он поехал, то он и получит, то есть, бывает, когда во время Умара, ибн Хаттаба, ибн Умар, совершал хадж, со своим отцом, сидели на горе, ибн Умар сказал, я абатий, ма катору аль-хадж, о, папочка, сколько много паломников начало приезжать на хадж, то есть, Субхану, во время, когда Умар, ибн Хаттабу, много людей принимали ислам, приходили из других государств, которые были не арабы, на что Умар, а, дулаху, сказал, я абу ней, сынок, арракбу кафир, валь-хаджа калиль, приезжих много, а паломников мало, поэтому Аллах, Субхану, сам знает о каждом неяде, о каждом намерении, и поэтому, мало тех, кто на самом деле к Аллаху пришел, некоторые пришел кто-то, я помню, некоторые люди по незнанию своему и так далее, там один, еще когда, это какой был, в 2001 году, мы с отцом, тоже на хадж поехали, тогда маленький был, один из имамов, он тоже первый раз на хадж ездил, папа ему задал вопрос, зачем, для чего ты едешь на хадж, он говорит, мне сказали, если я совершу хадж, за место белой чалмы, я смогу одевать зеленую чалму, то есть, вот это его намерение, повышение, повышение, кто-то едет на хадж, да, кто-то едет на хадж, для того, чтобы ему, когда он вернулся, сказали хаджи, приставка, не просто там, обижается он, если там, Мухаммад, например, не, почему ты Мухаммад, Мухаммад хаджи, то есть, хаджи, приставка, то есть, обязательно ему нужна, то есть, если ты его без приставки назвал, то есть, он уже обижается, то есть, у него намерение, чтобы его звали хаджи. Даже, субханаллах, есть некоторые селы, продают сертификаты на то, что совершил хаджи. 50 тысяч рублей, что они стоили. То есть, можно не совершать, вот, там, то есть, показать свой статус вот этого, по-моему. Это что за такое? Это что за намерение, субханаллах? То есть, дабы, мы хотим, мы что хотим, шейх Руслан? Мы хотим, чтобы Аллах принял от нас это поклонение, чтобы Аллах чистил нас от грехов, чтобы Аллах изменил наши сердца, чтобы Аллах нас сделал лучше, чем мы были до этого. Поэтому мы, я обращаюсь ко всем братьям, ко всем сестрам, которые хотят поехать на умру, на хадж. Перед тем, как мы еще сели в самолет за несколько дней, обновите свои намерения, обновите свои неяты. То есть, и ради чего мы едем, ради чего мы хотим совершить этот хадж. Да, будут, как шейх Руслан сказал, будут много, там, какие-то люди, которым будете вы недовольны, может быть, он где-то толкнул, где-то задел. Потом, поведение бывает, например, даже, вот, арабов, то есть, у них менталитет другой отличается, вот, даже, вот, некоторые жесты. Арабы часто что-то там, вот так вот рукой делают, он не значит, что тебя, там, прогоняет, или, однако, это неуважительно. А у них это нормально, они серди, то есть, общаются, так сказать. Еще один жест есть. Да, вот так, жест, да, сабр, сабр, да, да. А у нас, например, они обижаются, кстати, кто поет, вот, имейте в виду, если ты что-то арабу даешь левой рукой, это очень неуважительно, как будто ты его оскорбляешь. Даже, когда мы стоим в контур, там, паспорт даем, помню, с братом мы сейчас ездили, после ходи, он левой рукой паспорт дает, я говорю, правой рукой дай, он обидится, хоп, сразу это. Поэтому, что ты передаете правой рукой, а левой рукой, это проявление неуважения, как будто ты себя проявляешь высокомерно, как будто ты его обижаешь. Вот такие вот вещи. Но эти детали, эти все формальности, они, как бы, на это не нужно обращать внимание. Еще раз хотел акцентировать внимание вот на этом моменте. Аллах Всевышний дает нам испытания, чтобы очищать наше сердце от примесей, как кузнец очищает железо, руду от примесей, раскаляя его, пока оно не начнет светиться. Начинает выковывать, выковывать, выковывать. Железо тяжело в этот момент, металлу тяжело. Его подвергает страшным испытаниям, но это момент очищения от примесей внешних, чужих, чужеродных. Аллах Всевышний, наше сердце раскаляет испытаниями, подвергает тяжелейшим просто прессингу, да, вот, когда мы вынуждены проявлять сабр, смирение, держать его вот так. Это момент очищения от примесей, от всего, что налипает. А эта дунья липкая, и она постоянно липнет к нашим намерениям, к нашему чистому, направленному ко Всевышнему сердцу. Я вот приведу несколько примеров. В первые годы, после краха Советского Союза, многим же представлялось, что Аравия, вся такая святая земля, что там живут небесные люди с крыльями, как ангелы. Старики с Кавказа поехали, с таким представлением о Саудии, вернулись полностью разочарованы, полностью, и сказали, Аллах, Аллах, только на Кавказе осталось хоть что-то святое. Многие, вот как вы говорили, едут ради земных целей, а многие, даже поехав в Умру и в Хадж, так и не понимают до конца. Ведь Кааба, она как сердце, она сбирает в себя миллионы паломников, обогащает иманом, как сердце обогащает кислородом, и выбрасывает обратно во все венозные, артериальные вот эти сосуды, которые доводят их до разных пределов нашей земли. И многие люди, вот пройдя через весь этот цикл, возвращаются, так ничего и не получив. И получается, кроме расходов, кроме небольшого или большого раздражения, того, что Сауди и Мекка, видите ли, не соответствуют нашим идеальным представлениям, многие так и не получают никакой пользы. Поэтому, как мне представляется, дорогой шейх, вы видите, сколько мы говорим, говорим, говорим об этом, а до людей еще не до всех дошло. Нужно не только один раз напоминать, нужно постоянно об этом говорить, на каждом этапе подготовки к Хаджу, к Умре, и нужно сделать так, чтобы эти напоминания доходили до самых отдаленных уголков, до самых отдаленных домов, комнат, сел, аулов, кишлаков и так далее, чтобы люди уже заряженные вот с сердцами подчиненными только к поклонению, к упоминанию Всевышнего туда ездили и возвращались обогащенным кислородом веры. Часто бывает, вот, паломник приезжает, первые дни у него начинается некая такая внутри борьба с самим собой. Это ему не нравится, то не устраивает, не та еда, не та пища. Отель не тот. Отель не тот. То есть мы должны, изначально мы должны понять, вот самое главное, что Руслан, я всем хотел бы сказать, мы же столько денег заплатили и так далее, почему у нас так? Мы должны понять, что Хадж это не курорт на мальдийских странах. Да, не пять звезд. Не пять звезд и так далее. Это поклонение, мы туда едем для поклонения. Вот это самое главное. Где вот именно, вот большая ошибка, человек думает, вот он заплатил, купил билет и так далее, вот там пускай VIP будет, там у него, например, этот рейс. Но он должен понимать, что это не та поездка, где ты лежишь на лежаке, отдыхаешь. А вокруг тебя с пахалами. С пахалами тебе приносят воду, там это тоже. Нет, это чуть-чуть другое. Это поклонение. Именно мы туда едем для того, чтобы поклоняться Аллаху. И часто, альхамдулили, вот такое бывает, вот человек, который привык жить в комфорте и так далее, он видит, что что-то не соответствует. Поэтому постепенно, постепенно ты наблюдаешь за ним, альхамдулили, как он изменяется. И как что? Стоит около Каабы, это человек, у него слезы просто, субханалаллах, дурчиком, диктепуты. И потом, и видишь, альхамдулили, Аллах раскрыл сердце. Аллах, субханаллах, поменял его, поменял его, альхамдулили. То есть искренность. Значит, он был искренен с Аллахом, постепенно, альхамдулили, его искренность, альхамдулили, она пробудилась в нем, и он, альхамдулили, со всем другим человеком возвращается. Да, есть такие люди, которые съездили, так и ничего не поняли, ради чего я туда приехал. Есть люди, которые приезжают, субханаллах, в Аллахе были свидетелем, приезжают джидди, только увидят все, я хочу обратно вернуться. Найдите мне рейс, я хочу обратно. Такие тоже бывают. И один, я сам был свидетелем. Есть такие люди, которые прилетали в аэропорт, и вот тут же машина сбила, и весь хач, он пролежал в больнице, потом уже вернулся домой. То есть Аллах, значит, еще не пригласил. Ты вроде уже все, долетел до Саудской Аравии, прошел паспорт, контроль и так далее, но не посетил Мекку. Значит, Аллах себя еще, субханаллаху ата аля, еще не пригласил, потому что это гости Аллаха. Аллах, субханаллах, 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 Такую тему затронули. Есть люди с достатком, у которых никак не получается туда пропасть. Были султаны в период расцвета исламского государства, исламской цивилизации, которые ни разу не были в Мекке. Ни разу не были в Мекке, потому что их привязывали вот эти битвы, земные дела, управление, интриги, династийные скандалы, кому власть передать. А вдруг я уеду, а власть перехватит земные цели, сковывают сердца людей. Бизнес, деньги, власть, отношения с людьми. У них сердца скованы, они в оковах. Не каждому Всевышний Аллах дарует это счастье прикоснуться сердцем к Каабе, к Святой Земле и обратить его к Господу. Или взять такие страны, как Турция, Индонезия, где огромное количество мусульман, Пакистан, Бангладеш. А люди в 80 лет один раз только получают шанс, путевку. Там такая очередь, просто у них нет никакого шанса больше попасть на Святую Землю, кроме как в своей жизни один раз только. Они готовятся к этому всю жизнь, они вот, знаете, как дело всей своей жизни. Почему у малазийцев, индонезийцев, пакистанцев, у мусульман Индии хадж намного выше ценятся, чем у нас. Хадж и умра. Намного выше. Я поражаюсь, с каким трепетом они относятся к этому. И как мы расслаблено относимся. Даже взятие, Руслан, правильно, вы заметили, как они себя там ведут на хаджи. И как наши паломники разные, то есть как вот эти малазийцы, вот эти индонезийцы, такие маленькие, как дети. Организованные, как муравьи. Как у них сабр и так далее, как они проявляют, не толкаются. То есть вот это вот, у них, а, ахамдалу, вот это есть. Они, потому что трепет в их сердцах, чтобы хадж был принят. Даже наши бабушки, дедушки, Субханаллах, вот когда во время еще учебы приезжали автобусами, раньше ездили на хадж, и бабушка, когда спросила руководителя, говорю, как, говорю, себя вели люди, говорит, здоровым парнем, который молодым, и было все, постоянно какой-то дискомфорт они ощущали, ругались, спорили и так далее. Всю дорогу. Бабушке подошел я, Субханаллах, говорю, как, там по-татарски я спрошу, ополакал, говорит, сынок, говорит, если вы мне сказали еще раз сюда прийти пешком, я бы пришла, чтобы совершить хадж. Как она, как она берегла вот этот хадж? То, Субханаллах, бабушке 80 лет, 75 лет, Субханаллах, она вот на дом, вот это, еще не такие комфортабельные автобусы. Она так, Аль-Хаммаллах, говорит, я, говорю, сюда, говорю, каждую километр отсчитывала, пока я доеду до этой земли, увижу Каабу, то место, куда мы всю жизнь направляемся. То есть, если я воспитан в Советском Союзе, а нашим здоровым братьям что-то не нравится, кондиционер, там даже когда на самолете прилетает, не тот номер дали и так далее. То есть, проснитесь, Субханаллах, братья и сестры, проснитесь, ради чего мы туда едем, не портите свои хаджи, не портите свои хумру, Субханаллах. Мы же хотим вернуться домой, подобно наврожденным детям, без грехов, Аль-Хаммдуллях, чтобы Аллах раскрыл наши сердца, чтобы в судно-дене, Аль-Хаммдуллях, мы, Аль-Хаммдуллях, стояли радостными перед Аллахом, Субханаллах. Не портите из каких-то мелочей вот этот хадж, потом поедете в Анвальдив, отдохнете и так далее. Поэтому там берегите свои, догонитесь, поэтому берегите свои сердца. Аллах, и самое главное, берегите свои языки, берегите свои сердца, берегите сабр, сабр, должны проявлять мы сабр, Аль-Хаммдуллях. Будут испытания, очень много будет испытаний. И Аллах, знаете, человек Руслан, всегда испытывает там человека то, что ему тяжело, именно тяжело, чем ты его испытываешь. Например, один брат, например, сколько он туда приезжал, говорит, Аллах, Субханаллах, всегда испытывает, вот именно Аллах ему дал много достатка и так далее. везде где-то меня толкают. Вот это для меня как-то... Я смиряюсь. Я через это прохожу вот это испытание. То есть для меня какие-то там... Я занимаю очередь. Какой-то молодой, он рассказывает, молодой пацан передо мной встает, а я, говорит, уже там жду свою очередь в уборную. Я говорю, уйди, пожалуйста, отсюда. Я захожу, моя очередь была. Он меня дверь держит так, ногой не пускает меня. То есть через это, Аллах, и испыта, потом уже отец подошел его. Я говорю, пацан, сабр, сабр. Я знаю, что там нужно провести сабр. Вот через другое какое-то испытание. Кого-то там толкнуло, кого-то задели, кому-то что-то не так сказали, кому-то не такой номер попался. То есть Аллах, имина, испытывает то, в чем ты, и слава. Поэтому Аллах считает нас в лучшую сторону, аль-хамдуля. Поэтому берегите свои сердца, берегите свои намерения, берегите, чтобы не была просто такая поездка, как говорят, изменился ли после хаджи. Кто-то изменился. Чисто Аллах, аль-хамдуля, приходи на утреннюю молитву. Чисто Аллах, аль-хамдуля, вовремя читать намаз. Аль-хамдуля, это хаджи намазы. Аль-хамдуля, больше давать там на пути Аллаха расходовать. А кто-то говорит, да, изменился, поменялся после хаджи. В чем поменялся? Подгази там везде консионера, заболел, охрип его голос и чуть-чуть загорел под солнце. Вот в чем изменился. Субтитры сделал. Дорогой наш чех, я напоследок хотел бы резюмировать. Дорогие братья и сестры, к вам тоже обращаюсь. Нам нельзя забывать, что все, что мы делаем на пути Всевышнего, мы делаем не для того, чтобы получить комфортное пребывание где-то, комфортное питание где-то. Целью всего нашего пути ко Всевышнему является очищение своего сердца. И Всевышний будет проводить нас через испытания. Легкие, средние, тяжелые. Для того, чтобы как очищает металл в кузнечном горне специалист этого дела, так Всевышний очищает наши сердца через испытания. А рядом с нами бушует дунья, как океан бушует в дунья страстей, соблазнов, грехов. И она очень липкая. Если мы избавились от одного, допустим, от одного вида отвлечения сердец, когда там больше торговлей занимались, перепродажей, контрабандой занимались во время хаджа. Ушли от этого, теперь вроде переходим в какую-то там инстаграмную моду, допустим, на хадж и на умру. Но это тоже испытание. Это тоже очередная липкая такая вот страница, через которую мы должны пройти, сохранив чистоту своих сердец. А завтра уйдем, и от этого появится что-то третье, четвертое. И мы постоянно до конца света должны об этом говорить, как сохранить свои сердца в чистоте. И об этом нельзя как бы останавливать беседу, даже несмотря на то, что молодые говорят, да сколько можно, да надоело, уже все, уже говорили об этом. Нет, пока мы не добьемся кристальной чистоты сердец, кристальной чистоты сердец и полного тотального растворения в поклонении Господу, мы не можем сказать, что мы постигли суть поклонения и получили шанс, надежду на милость, прощение и довольствие всем. Потому что все, да. Я страшите, что Яков Руслан последний хотел добавить еще, очень важное тоже. Бывает такое, когда тоже приезжает на Хач или на Умру, например, автобус должен подойти, например, скажем, в 9 утра, он подошел чуть раньше или чуть позже. То есть и потом бывает такое, что, то есть из-за этого тоже люди, паломники, они именно как бы, из них исходит некое недовольствие. Почему? То есть как швейцарские часы, вас только должен быть, например, автобус, для них, и они должны именно в это время отъехать. Но бывает, вот организаторы, Амры, Хаджи, те, кто работает, я знаю их, там они всю ночь не спят, они очень мало спят, все делают для комфорта, все паломников для комфорта. Но бывает иногда что-то не по-твоему, потому что невозможно так, сколько миллионов людей, пробки, еще что-то, пока автобус дали, то есть стараются всегда договориться, поэтому мы должны знать, где-то есть чуть-чуть автобус опоздал, где-то он чуть пораньше приехал, где-то, например, у нас где-то что-то задержалось, на это мы должны легко обращать внимание, для того, чтобы, опять же, не потерять свою, именно награду своего хаджа, своей Амры, поэтому, аль-хамдулля, то есть здесь бывает такое некие несостыковки, иногда бывают они, ну, аль-хамдулля, на сегодняшний день они меньше, но имеет место быть, поэтому мы тоже должны легко к этому относиться, аль-хамдулля, и опять же напомню себе то, что это хадж, это Амра, то есть такие, то есть это не из-за того, что, там, скажем, организатор хаджа, организатор Амра, он специально там что-то опоздал, это, то есть миллион-миллион ополомников, бывает резкая пробка может обратиться, бывает автобус, один километр стоит там 10 часов во время ополомников, во время хаджа в пробке, поэтому пешком бывает быстрее дойти где-то, поэтому мы должны тоже быть готовы к этому, аль-хамдулля, не, аль-хамдулля, и последнее, что я хотел напомнить, хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейху ассалям, который приводит Ибн Маджа, хадис Ибн Умар, рода Аллаху альху, «Моя умма будет в благе до тех пор, пока будут возвеличивать храм Аллаха, Аллаху аль-Кааба, Мушарфа». Большое. Искренне вас благодарю, дорогой человек. Братья, помните, мы идем к довольству Всевышнего через земные испытания. Вот именно вот так пройдет наш путь к довольству Всевышнего. Инча Аллах, до скорых встреч. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки, нажимать на колокольчик это уведомление и писать комментарии. То есть этим самым вы помогаете в продвижении этого канала, этой информации, этого видео до большего количества людей. То есть вы становитесь соучастниками в распространении благого призыва. Это не какие-то земные сейчас, я прошу, вещи. Это именно желание довести эти напоминания, эти слова Всевышнего, слова пророка Мухаммада, мирного благословения, до как можно большего количества людей. К сожалению, алгоритмы социальных сетей работают именно так. Чем больше вы реакций поставите, тем больше людей это увидят. Не сочните, пожалуйста, за труд. Напишите комментарий, нажмите на колокольчик, поставьте лайк. И пусть Всевышний будет вами доволен, даже в тех малых вещах, которые вы совершаете для распространения знаний, истины и призыва к Богу. До скорых встреч. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.